МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. Студия Катерина Афёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Торжественные линейки, поздравления и первый звонок. Школьники отметили День знаний. Комфорт для маленьких пациентов. В детской поликлинике на улице Курчатова продолжается ремонт входной группы и Центра здоровья. Вкусно и полезно в молодежном центре стартовал проект клуба общения «Лотос. Инклюзивная кухня. Про вкус». Далее расскажем обо всем подробно. Первый звонок, белые бантики и много цветов. 1 сентября по всей стране отмечают День знаний. Это волнительный день для тех, кто впервые собирается сесть за парту и тех, кто в этом году покинет стены родной школы. Традиционно 1 сентября проходят торжественные линейки, на которых учеников, педагогов и родителей и поздравляют с началом нового учебного года. В этом году за парты Саровских школ сядут около тысячи первоклассников. С букетами в руках и улыбками на лицах бывшие детсадовцы готовятся переступить порог школы. До их первого звонка остаются считанные минуты. А впереди море новых радостных открытий, интересные уроки, шумные перемены, новые друзья. Многие учащиеся ждали этот день с нетерпением, готовились к нему давно и серьезно. Хочешь в школу? Да. С каким настроением идешь? С радостным. А чего от школы ждешь? Пятерок и успеха. 1 сентября – отличный праздник. В школе у меня будут много друзей и отличный учитель. И в школе я знаю много всего нового и интересного. Я жду от школы много друзей, хороших оценок и узнаю много интересного. Познакомимся с новыми детками и с новыми знаниями. Не менее волнительный и даже немного грустный этот день для учеников 11-х классов. 1 сентября ребята встречают в последний раз. Уже совсем скоро им предстоит попрощаться с родной школой и отправиться в новый, пока неизведанный мир под названием «Взрослая жизнь». Я пришла, конечно, сюда самыми светлыми мыслями, самыми светлыми эмоциями, теплыми, потому что я пришла в родную школу и очень сильно соскучилась по учителям, по ученикам, по своему родному классу. Поэтому только самые лучшие эмоции, я чувствую. Немного грустно, тревожно. Последний год здесь, последние такие шаги во взрослую жизнь. Конечно, со слезинки на глазах будем это вспоминать. Центр образования – самая молодая школа нашего города. Когда ее открыли в 2019 году. Тем не менее, учебное заведение уже заработало хорошую репутацию. Торжественная линейка здесь всегда тематическая. В этот раз праздник был посвящен морскому путешествию. Браздить просторы морей в поисках новых знаний, учащиеся со своими педагогами с этого дня отправятся на уникальном корабле под названием «Центр образования». Школа действительно уникальный корабль, который каждый год 1 сентября отправляется в увлекательное плавание. И из каждого такого путешествия мы привозим с собой сокровища. В прошлом году это знак качества инновационных сетей школы «Учусь учиться» и кубок первенства победителя детского многоборья города Сарова. Думаю, что из сегодняшнего путешествия мы вернемся со своими сокровищами. Этот год для нас выпускной, потому что ребята, которые пошли в 2019 году, первые классы в этом году заканчивают начальный уровень. И мы в этом году пополнили школу первоклассниками. В этом году у нас пошло 150 человек. Долгожданный и волнительный этот день не только для учеников, но и для педагогов. Свои первые уроки в школах города начали вести молодые специалисты. Русский язык, математик, английский, начальные классы. Семь учителей пополнили педагогический состав Центра образования. Также семь новых преподавателей и в 12-й школе. Я приехал сюда, устроился учителем русского языка и литературы. Также неожиданно и прям таким чувством получил классное руководство 5-й В-класс. Кроме этого, мне дали еще несколько часов разных классов. И ну, сегодня 1 сентября у меня первое классное руководство. Первый класс – это волнительно. Такие чувства, что даже стало меня описать. После завершения линейки первоклассники отправились знакомиться со школой и на свой первый урок знаний. 1 сентября дети должны встретить в школе, а не на строе площадки. Глава города Алексей Сафонов в преддверии Дня знаний проверил, как обстоят дела на двух объектах – 11-й школе на Павлика Морозова и детском парке Насосино. Летом в образовательном учреждении начался капитальный ремонт. Подрядчик к началу учебного года провел необходимые работы по замене окон в большей части здания. Подготовил входную группу. Работы в парке Сосино идут к завершению. Несмотря на столь сложный объект, ДЭП справился и в целом выполнил работу хорошо. Немного подвела фирма, поставляющая освещение. Задержали поставку на часть оборудования, пишет Алексей Сафонов на своей странице в соцсети. Продолжаются ремонты в детской поликлинике на улице Курчатова. Здесь реставрируют входную группу, разделят потоки пациентов. После ремонта получить необходимую информацию саровчане смогут в открытой регистратуре и на посту администратора. Дождаться приема и отдохнуть в комфортных зонах пребывания. Подробности далее. Летом в детской поликлинике на Курчатова начался ремонт. Рабочие реконструируют заднее крыльцо, чтобы обеспечить доступ маломобильных граждан. Расширяют центральный вход для разделения потоков. Также будет закрыта колясочная, чтобы туда не попадали снег и дождь. Сроки окончания работ – это декабрь этого года. Здесь еще планируется ремонт именно здесь, входной зоны. Перенос гардероба, отделение картохранилища, стойка регистратора немножко другая. Ну, зона ожидания. Проект не ограничивается только ремонтом входной группы, доступностью среды для маломобильных граждан. Основной акцент делается на профилактическое направление. Оно достаточно уникальное в системе ФМБА. Центр здоровья детей, который расположен на данной базе, он попал в проект. В этом проекте выстраиваются новые процессы, производится в том числе перенос в помещение, чтобы создать отдельный блок, для того, чтобы вся профилактическая направленность работы детской поликлиники была сгруппирована. Работа в Центре здоровья близится к завершению. В ближайшее время начнется монтаж оборудования. В сентябре здесь возобновят прием пациентов. Все будет полностью новое, плюс добавит обследование глаз. Также в детской поликлинике работают над оптимизацией выдачи медицинских справок здоровым детям. Теперь выдача справок здоровым детям будет оформляться через голосовой помощник, через чат-бот. В процессе сейчас разработки данной программы мы будем ее тестировать, смотреть, где у нас можно еще оптимизировать данный процесс. Поэтому теперь это будет объединение со взрослыми пациентами. Речь идет о выдаче справок на санаторную курортное лечение или в спортивную секцию, направление на соскоп для бассейна. То есть теперь родителям не нужно будет сидеть в очереди, а потом ждать, пока пятиатр заполнит все бумаги. Достаточно позвонить в единую справочную службу, ответить на вопросы голосового помощника, а затем забрать документы, когда они будут готовы. В полную силу проект заработает после тестовых испытаний в середине сентября. Также на встрече Игорь Лошманов поделился с журналистами долгожданными новостями. Штат клинической больницы номер 50 пополнился восемью новыми специалистами. Часть врачей уже приступила к работе, часть начнет прием в сентябре. Один врач участковый терапевт, два врача участкового педиатра, врач-травматолог в детскую поликлинику уже приступил к работе на этой неделе. С 1 сентября приступает к работе врач-акушер-гинеколог в акушерское отделение. Уже работает в первой поликлинике врач-офтальмолог. Приезжает врач-невролог в поликлинику и врач-хирург тоже с 1 сентября приступает к работе в хирургическом отделении. Екатерина Пионова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Вечером 31 августа Саров затянуло дымом. Во многих районах был слышен стойкий запах гаря. Из-за смены направления ветра до нас дошел дым из Рязанской области, где фиксируют крупные лесные пожары. Сейчас в том регионе действует пять активных пожаров. Вблизи нашего города и внутри периметра возгораний нет, сообщил глава города Алексей Сафонов. Также он напомнил, что в Нижегородской области по-прежнему введен режим ЧС и запрет на посещение лесов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России стартует прививочная кампания против гриппа. Вакцина уже доступна и поступает в регионы. Прививки начнут делать в сентябре. Детям рекомендуют привиться своевременно и в первую очередь. То же касается и лиц старшего возраста. Врачи им также советуют пройти вакцинацию против пневмококовой инфекции. Прививки от COVID-19 и от гриппа можно сделать одновременно. Они не мешают друг другу. Дети все чаще становятся жертвами мошенников, сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО. Одна из самых распространенных схем обмана школьников связана с онлайн-играми. Злоумышленники начали создавать поддельные магазины, где предлагают геймерам услуги по обходу территориальных ограничений при покупке атрибутов для игры. В результате ребенок вводит данные банковской карты и лишается денег. Еще одна схема предполагает создание фейковых интернет-магазинов с дешевой цифровой техникой, аксессуарами и другими популярными среди школьников товарами. 3 сентября Саров присоединится к международной акции «Диктант Победы». Он включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. Принять участие в акции может любой желающий. В Сарове она пройдет на базе Сарфатыния Умифи на площадках школы номер 5, 7, 10, 12, 14, гимназии номер 2 и лицеев номер 3 и 15, начало в 14 часов. Также можно принять участие в режиме онлайн на сайте акции «Диктант Победы.рф». Федеральные победители получат памятные дипломы и ценные призы. Также их пригласят в качестве почетных гостей на парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Абитуриентам, набравшим по итогам диктанта максимальное количество баллов, начислят дополнительные баллы при поступлении в ВОЗ. В пятницу на станции ЮНАТОВ пройдет день открытых дверей. Педагоги познакомят детей и родителей с работой различных кружков. Проведут экскурсии по живому уголку и теплице. Для тех, кто не успеет попасть навстречу, наша съемочная группа узнала, что станция ЮНАТОВ приготовила своим воспитанникам в новом учебном году. На станции юных натуралистов работает порядка 20 кружков для ребят, которые увлекаются миром живой природы. В объединении юной зоологии дети изучают особенности диких и домашних животных. Учатся на практике и ухаживают за ними в зооуголке при станции ЮНАТОВ. Кружок юных кинологов будет интересен любителям собак. Здесь расскажут все о четвероногих друзьях. В кружок можно приходить и со своим питомцем. На станции юных натуралистов начинать обучение могут дети, начиная с детского сада. У детей детсадовского возраста идет взаимодействие с животными зооуголка. Также у нас есть теплица с комнатными растениями. Они учатся ухаживать за ними. У нас педагоги ведут занятия кружков не только на станции юнатов, но также на базе школ города. Практически во всех школах города работают наши педагоги. Ребята могут посещать станцию юных натуралистов без какого-либо срока. Занятия проходят два раза в неделю. Многие учащиеся активно участвуют в научных конференциях серьезного уровня, трудятся над исследовательскими работами, сотрудничают с мордовским заповедником. Для старшеклассников на станции юнатов предусмотрена серьезная подготовка к ЕГЭ по биологии и олимпиадным заданиям. У нас обучающиеся участвуют в конкурсах, в том числе и в международных. Если занимают призовые места, выдаются дипломы, которые обучающиеся потом копят для своего портфолио, которая дает дополнительные баллы при поступлении на биологические и медицинские факультеты. День открытых дверей на станции юнатов состоится в пятницу 2 сентября. Педагоги познакомят детей и родителей с работой различных кружков. Пройдут экскурсии по живому уголку и теплице. Мероприятие пройдет с 14 до 18 часов. Справки по телефону 9-52-13. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Клуб для людей с УВЗ «Лотос» выиграл областной конкурс «Драйверы роста». За это он получил грант и приступил к реализации проекта «Инклюзивная кухня про вкус». На первом кулинарном мастер-классе побывала наша съемочная группа. Красочное, аппетитное, традиционное национальное блюдо жутили Греции готовили на кулинарном мастер-классе. Шеф-повар Татьяна Расторгуева рассказала участникам о пользе овощей и поделилась рецептом уникальной заправки с семенами чия. Это первое занятие серии мастер-классов, которые проведут в рамках реализации проекта «Клуба «Лотос» «Инклюзивная кухня про вкус». Данный проект адаптирован для молодежи с ОВЗ и инвалидностью и направлен на получение социальных бытовых навыков путем приготовления различных блюд. В июне клуб «Лотос» выиграл областной конкурс «Драйверы роста», получил гранды и приступил к созданию проекта. Его реализуют при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики и Молодежного центра «Высота». Впереди ребят ждет немало открытий. Татьяна Расторгуева приготовила для будущих занятий разные поварские лайфхаки, которые помогут ребятам готовить с удовольствием. Мне кажется, это такая очень хорошая, благородная цель – научить и помочь. Я могу поделиться этими знаниями, которые у меня уже скопились за плечами за 24 года работы в ресторанах и общественном питании. Мне хочется делиться и учить. После мастер-класса участники пили чай с ппшным десертом без пшеничной муки и сахара. Анна Перепец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» и в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!